Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. Смотрите в выпуске. Заменят 13 километров сетей. В Сургутском районе на подготовку к отопительному сезону потратят почти 200 миллионов рублей. И еще одна зима в Балках. Сдвинуты сроки переселения из ветхого и аварийного жилья. Наш город примет этап Кубка России по волейболу. Очередное масштабное спортивное событие пройдет в Сургуте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев может посетить Сургут уже на следующей неделе. Однако точная тема визита, а также дата приезда председателя правительства пока не сообщаются. Новость о поездке Дмитрия Медведева опубликовали несколько информагентств. В частности, ура.ру ссылается на источник в аппарате главного федерального инспектора по Югре Дмитрия Кузьменко. Вместе с тем в администрации нашего города отметили, что эта новость обсуждается чиновниками Кулуарна. Добавлю, что Дмитрий Медведев не так давно приезжал в Югру. В ноябре прошлого года он участвовал в запуске эргенского кластера месторождений компании «Роснефть». А после провел совещание с представителями топливно-энергетического комплекса, которое посвятили налоговым льготам. Дума Югры в осеннюю сессию соберется раньше из-за рекордного профицита бюджета. Заседание окружного парламента перенесено на две недели с 27 на 14 сентября. В среду депутаты начали обсуждение вопросов на профильных комитетах, а вместе народные избранники соберутся в ближайшую пятницу. По данным СМИ, решение провести заседание раньше принято из-за необходимости утвердить поправки в бюджет Югры. По итогам первого полугодия доходы региона выросли на 24 миллиарда рублей. На подготовку сетей тепловодоснабжения и водоотведения к зиме в Сургутском районе потратят 189 миллионов рублей. Речь идет о капремонте. В прошлом году сумма была аналогичная. Денег хватит на замену 13 километров сетей. Работы пройдут на 12 точках. Шесть из этих работ выполнит муниципальное предприятие «УТВИФ-1» собственными силами. Четыре мероприятия уже стопроцентно завершены в Солнечном, Барсово и Белом Яру. Практика выполнения ремонтных работ силами унитарного предприятия в этом году применена впервые. Для нас в этом году была поставлена задача перед нашим ресурсоснабжающим предприятием для того, чтобы сократить сроки производства работ, обеспечить должное качество. Потому что мы с вами понимаем, что когда ты делаешь для себя, то ты делаешь действительно качественно. Мы прекрасно понимаем, что определение подрядных организаций через 44-й федеральный закон всегда сопряжено с тем, что приходят не совсем родивые подрядные организации, которые, естественно, снижают стоимость работ, но качество потом, естественно, и соответствующее. В Ленторе начинается строительство водоочистных сооружений. Финансирование объекта площадью 16 тысяч квадратных метров будет вестись из средств бюджета Сургутского района. В администрации муниципалитета отметили, что времени ждать субсидию из региональной казны не было, поэтому деньги заложили местные. Однако поддержка от округа будут рады. В этом году в Нижнесартымском были введены в эксплуатацию новые ВОЗ. Также Департамент архитектуры района подписал акт о запуске в работу канализационно-очистных сооружений. Реконструкция КОС шла с 2004 года. Сейчас этот объект передают заказчику администрации поселка. Продолжается строительство канализационно-очистных в Сайгатине и Локосове. Пока стоки из этих населенных пунктов вывозят в другие поселения. На это тратят порядка 30 миллионов рублей. Первый квартал, ну это оптимистичный такой прогноз, вообще мне называют третий, но я всех настраиваю на первый квартал следующего года. Ожидаем, что по крайней мере закончим строительством. Ну а вот немножко там по документации еще, наверное, квартал. Скорее всего, второй квартал 2019 года. Ну а не профинансированы, оборудование закуплено. Сейчас начинается стройка. Деньги есть, квартир под переселение нет. В поселке Юность переносят сроки сноса ветхих и аварийных строений на несколько лет вперед. Люди боятся, что их дома столько не простоят. Подробности у Дмитрия Круковца. Жители поселка Юность в Сургуте бьют тревогу. Их дома должны были снести в этом году, однако срок ликвидации переносится на несколько лет вперед. Люди боятся, что обветшалые строения не дождутся назначенного часа. Поселок в ужасающем состоянии. Дома разваливаются, лаги все сгнили, фундаменты снили, сгнили, стены рассыпаются. Поэтому жить в таких домах просто невозможно. И мы требуем, чтобы пересмотрели сроки сноса аварийного и ветхого жилья, вернули те сроки, которые были изначально. На предстоящую зиму все ждут с ужасом, потому что дети ходят в валенках, дети не вылазят из больничных. Все промерзают углы, холодно, канализация разваливается, все разваливается. На втором этаже дома номер 8 на улице Саянской находится квартира ветерана Трудового фронта. Пелагея Харитоновне Поповой, 94 года. Последние несколько лет она живет в поселке Юность. Бабушки стараются помогать соседям. Подниматься наверх по лестнице с боковым уклоном любому человеку не очень удобно. Спускаться-то спускаюсь, а с кустрюм, а подниматься трудно. Ну ничего, помаленьку, помаленьку как-нибудь. Сейчас Пелагея Харитоновна живет в доме по временному разрешению. Договор социального найма по каким-то причинам ей оформить не дают. Другое ветхое строение 5А, одноэтажное. По словам одной из его жительниц, вообще является инвентарным. Жить в нем как бы не положено, но люди там есть и тоже обитают там с опаской. А мы уже провалились вообще. Я же выкинула всю мебель, диван выкинула, все повыкидывала, потому что боюсь не провалиться. А это недавно свет замкнуло. Искры эти летали по потолку. Я напугалась, не могла подойти. Там же есть где выключить? А я не смогла подойти, потому что эта проводка не менялась 40 лет. Проблем масса. Трубы текут, пол проваливается, стены заваливаются. Одну доску так положил, другую так. Там внизу вот такая дырка была. Это все сплошное. Вот на эту сторону дом клонится. По словам властей, сроки сноса действительно пришлось перенести. Причина – недостаточное финансирование ликвидации аварийного фонда Сургута. Первый раз мы сдвигаем срок. Дома в поселке Юность у нас стояли, про которые вы сказали, на 18-19 годы на расселение. В распоряжении администрации города, которые у нас в списке утверждены. Но, к сожалению, в период 2017 и 2018 годов в департамент не поступило ни одного живого помещения для программы расселения аварийного жилья. То есть они не были приобретены. Возможно, ситуация немного изменится в этом году. Сейчас у властей Сургута есть 604 миллиона рублей на приобретение квартир под нужды переселения. На эти деньги планируется приобрести около 210 квартир. Вопрос в том, успеют ли соблюсти все процедуры до конца 2018-го. Между тем, чтобы ликвидировать весь ветхий и аварийный жилфонд в нашем городе, необходимое более 5 миллиардов рублей. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Между тем, у сургутян в другой части города могла быть реальная возможность переехать в капитальное жилье до конца этого года. Они живут в балках, а этот вопрос в администрации муниципалитета твердо намерены решить до 31 декабря 2018-го. Однако строения, где более 30 лет живут люди, не могут включить в программу переселения, потому что у сургутян нет в них прописки. Сделать регистрацию шесть семей, в свою очередь, тоже не могут. Территория, на которой стоят их балки, является промышленной. Парадоксально, но при этом жителям приходят счета за коммунальные услуги, которые они исправно оплачивают. Жена платит сейчас, потому что я как инсульт получил, я не могу финансово, а жена платит. Ну, восемь тысяч. Да, да. Люди уже обращались в администрацию сургута с просьбой помочь им. Однако в мэрии посоветовали установить факт проживания, сроки и основания заселения через суд. Но предприятие, которое в 80-х годах прошлого века предоставляло людям коттеджи, признано несостоятельным и как таковое сегодня не существует. Как можно решить проблему, мы расскажем в эти выходные в итоговой информационно-аналитической программе телевизионный обзор новостей. Не пропустите. Продлен срок приема заявок на маршрут года. Сообщить об участии в региональном конкурсе Всероссийской туристской премии можно до 17 сентября. Всего 18 номинаций, среди которых определят лучшие маршруты велосипедный, гастрономический, детский, а также лучшее мобильное приложение, путеводитель, событийный тур. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальной интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы. Описание и презентацию тур-маршрута и необходимые приложения. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, которая присуждается за достижения в области создания и развития туристских планов. Итоговый этап состоится 4 октября в Твери. Лучшие проекты примут участие в общенациональном финале 1 ноября в Ульяновске. Что такое любовь и счастье? Театр «Актер и кукол Петрушка» запускает новый проект для старшеклассников «Главные слова». Формат предполагает разговор со зрителем после спектакля на тему жизненных ценностей. Также в этом сезоне стартовал проект «Сказки мира» о культуре других стран. Свой список планов кукольники огласили в преддверии театрального сезона. Продолжатся проекты и внеклассное чтение, «Добрая сказка» входит в дом, появятся новые постановки. У труппы запланировано множество гастролей по другим городам и странам. Их коллеги ответят взаимностью. На этой неделе по обмену в Сургуте даст спектакли «Алтайский государственный театр «Кукол сказка». Конечно, очень приятно, что мы включены в международный фестиваль, четвертый, Киров, рядка детства. Это когда ты в афише смотришь Санкт-Петербург, Франция, Сургут. И когда ты вот эту афишу листаешь, ты понимаешь, что ты как-то топ-лист, который ты. И мы везем туда наш замечательный спектакль «Госпожа Метелица», который любим нашим зрителям, любим нашим театрам. Он такой женский, красивый, великолепная доброта, чудеса, снег. Открыл сезон кукольный мюзикл «Красная шапочка». Спектакль поставил режиссер из Костромы Михаил Логинов. Чтобы заполучить известного мастера, специалисты Петрушки лично ездили в Иркутск приглашать его к себе, где он работал в это время. Главным правилом спектакля было никаких фонограмм. Актеры ходили на вокальные уроки и долго репетировали в каникулярное время. Роль «Красной шапочки» в спектакле играет Катарина Марьянчук, а лучший Дед Мороз России Анатолий Лупашко в этот раз переквалифицировался в «Зайца». Он здесь отнюдь не трусливый персонаж, а надежный друг и даже телохранитель, что заметно повеселило и детей, и взрослых. «Волк ходит по лесу и говорит...» «Я съел твою шапочку!» «Этот спектакль, он такой драйвовый, он, конечно, затрачивает очень много энергии, но это на того стоит. Еще коллектив, так, все такие комедийные, все собрались в какой-то момент быстро работать, что-то сочинять, хоп-хоп-хоп-хоп, и памс, и получился спектакль». Югорские каратисты с триумфом вернулись в первенство Уральского федерального округа. Оно проходило в Тюмени. Звания сильнейших оспаривали юноши и девушки в возрасте от 14 до 20 лет. По итогам двух соревновательных дней команда Хантамансийского автономного округа завоевала 9 медалей. Три золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Семь из них на счету сургутских спортсменов. Сейчас к взаимстартам готовятся атлеты постарше. «Взрослые готовятся сейчас, Саша, например, Алиев Александр, он готовится, у него свой календарь, дополнительно это у него рейтинг к Олимпийским играм, он готовится в Германии, Берлин, вот приезжает, едет на кубок Орла, где внутренний турнир, чтобы побиться с нашими уже спортсменами. Туда выезжать, скорее всего, будет Антоняна Рутюн и Спицын Сергей. И в ноябре у нас пройдет чемпионат России в Махачкале». Но до начала всероссийского первенства в Дагестане еще состоится чемпионат Уральского федерального округа по карате. Уже известно, что он пройдет в Сургуте 10 и 11 ноября. В этом турнире примут участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Югры и Ямала. Сборная нашего региона является одним из центров развития этого вида спорта на Урале. На домашнем турнире наши каратисты рассчитывают на несколько дополнительных путевок на чемпионат страны. Сургут на следующей неделе станет одним из центров волейбола. Наш город примет первый раунд предварительного этапа Кубка России. Кроме местной команды «Газпром Югра» на площадку премьер-арены выйдут клубы из Нижневартовска, Тюмени, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Из шести соперников из-под группы в следующий раунд выйдут три лучших клуба. Они определятся по итогам десяти матчей. Пять из них пройдут в Сургуте с 18 по 23 сентября, остальные в Новосибирске со 2 по 7 октября. Цель и задача пройти в следующий этап – получить игровой опыт, наработать игровые связи, поскольку команда наполовину обновилась. Вот именно задача – обновить взаимоотношения на площадке, чтобы они пришли к своему совершенствованию. Ну и, соответственно, проход в следующий этап соревнований. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Поступление осенней коллекции в магазине «Ярмарка верхней одежды». Более трех тысяч моделей для сургутских модниц. Здесь удлиненные пуховики с меховым воротником. Практичные куртки средней длины с множеством карманов и капюшоном. Порадуют покупателей и широкий размерный ряд. Мы привезли вам новую коллекцию курток и пуховиков с разными наполнителями. Синтепон, тинцулейт, белый пух. Тинцулейт, он очень тонкий, плотный, очень удобный в стирке. После стирки также куртка новая, не сбивается. Осенняя коллекция представлена не только куртками и пуховиками. Элегантное пальто станет удачным дополнением к вашему гардеробу. Строгий крой и модели с укороченными рукавами подчеркнут женственность и утонченность вкуса обладательницы. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан Аккорд предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан Аккорд. Звоните 33 55 00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улицам Мелик Тарамова 40 и 40 дробь 1. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 2 миллионов 700 тысяч. Трехкомнатные от 4 миллионов рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт 2 дробь 1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Сигпромстрой. Добро пожаловать домой. А ты говоришь, не сезоник. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть радиодача. Здравствуйте. Информация о погоде на 13 сентября. В студии Айгуль Кунахович. Новый Киа Сид. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62 дробь 2. Или по телефону 500 888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-центр Сургут. Официальный дилер Киа на нефтьюганском шоссе 62 дробь 2. В большей части Западной Сибири погоду формирует североатлантический циклон. В регионе плотные слоисто дождевые облака, заметно усиливается ветер, а теплый и влажный океанический воздух определяет температурный фон в пределах климатической нормы. Только на юге Тюменской области сказывается относительно погожий очаг высокого атмосферного давления. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 9, плюс 14. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. Домашний погребок. Торговые центры «Агора» и «Богатырь». Акция в магазинах «Домашний погребок». Скидка 20% в одном чеке на дистилляторы, бочки, коптильни, радиоприемники, самовары. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 746 миллиметров отутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так! Облегченные цены на подгузники «Мэпси». Скидка 30% только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи!